Слово предоставляется Дмитрию Александровичу Диброву, жителю Одинцовского городского округа. Пожалуйста. Звук включить. Вот теперь слышно? Да, слышно. Вот какое счастье, что в Одинцовском районе не затыкают рот многодетным папашам, каким я и являюсь. Вот я еще также и глава поселкового совета Успенских полян, это близ Дарьяна, Назаревский наш округ. Дорогие друзья, крайне важно, что в представленном проекте бюджета так много внимания уделяется культуре. Человек, который в самом деле употребляет все имеющиеся у него деньги на то, чтобы латать дороги, соединить канализацию, не скроет дело нужное, уподобляется такому земледельцу, который все зерно, собранное в конце урожайного сезона, проел. И не оставил ничего на новый посев. Культура это и есть посев. И благосостояние любого населенного пункта от Нью-Йорка и Москвы до Одинцова и Лапина не особняками меряется, а парками, а общественными культурными объектами и событиями. Какое счастье мне, Одинцовцу, было присутствовать на открытии парка Малевича. Какое мне удовольствие было находиться на выпускном вечере наших медалистов золотых. Сколько у нас их оказывается по итогам только этого года учебного Одинцова, ведь это тоже культура. Сейчас юбилейный год. Какие же были интересные постановки с детишками во славу нашей великой победы, нашей знаменитой Одинцовской круглой гимназии. Одно удовольствие смотреть на все это. Дорогие друзья, крайне важно, что в представленном бюджете так много внимания уделяется культуре. И когда моя жена под знаменем Одинцовского района победила на конкурсе «Миссис Россия» пару-тройку лет назад, я считаю это гордостью нашего Одинцовского района. Хороший проект бюджета надо принимать именно с той точки зрения, что много чего культуре там уделено. Спасибо. Дмитрий Александрович, пользуясь случаем, хотим поздравить вас с сегодняшним очередным днем рождения. Пожелать вам счастья, здоровья и чтобы детская жена вас радовала. Всего доброго. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие друзья.